Камень и дверь Сын Божий древнее всякой твари, так что присутствовал на совете Отца Своего о создании твари. А дверь новая, потому что Он явился в последние дни, сделался новую дверью для того, чтобы желающие спастись через нее вошли в Царство Божие. Ты видел, что камни через дверь были пронесены в здание башни, а те, которые не пронесены через нее, были возвращены на свое место. Так, — продолжал Он, — никто не войдет в Царство Божие, если не примет имени Сына Божия. Ибо если бы ты захотел войти в какой-либо город, окруженный стеною, с одними только воротами, не мог бы ты проникнуть в этот город иначе, как только через эти ворота. По-другому и быть не может, Господин, — согласился я. Итак, как в этот город можно войти только через ворота его, так и в Царство Божие не попадет человек иначе, как только через имя Сына Божия Возлюбленного. «Видел ли ты множество строящих этими духовными силами? Будут один дух и одно тело, и будет один свет одежных. Тот именно заслужит место в башне, кто будет носить имена этих дев». «Почему же, — господин, — спросил я, — отброшены и забракованы были некоторые камни, тогда как и их пронесли через дверь и передали через руки дев в здание башни? Так как у тебя есть обыкновение все тщательно исследовать, то слушай и об отброшенных камнях. Все они приняли имя Сына Божия и силу этих дев. Приняв эти дары духа, они укрепились и были в числе рабов Божиих, и стали у них один дух, одно тело и одна одежда, потому что они были единомысленны и делали правду. Но спустя некоторое время они увлеклись теми красивыми женщинами, которых ты видел одетыми в черную одежду с обнаженными плечами и распущенными волосами. Увидев их, они возжелали их и облеклись их силою, а силу дев свергли с себя. Поэтому они изгнаны из Дома Божия и преданы тем женщинам, а не соблазнившиеся красотой их, остались в Доме Божием. Вот тебе заключил он значение камней отброшенных. Что если, господин, продолжал я расспросы, такие люди покаются, отринут пожелания тех женщин и, вновь обратившись к девам, облекутся их силою, то войдут ли они в Дом Божий? Войдут, если отвергнут дела тех женщин и снова приобретут силу дев и будут ходить в делах их. Для того и остановлено строительство, чтобы они покаялись и вошли в здание башни. Если же не покаются, то другие займут их место, а они будут отвержены навсегда. За все это я возблагодарил Господа, что Он, подвигнутый милостью ко всем призывающим Его имя, послал ангела покаяния к ним, согрешившим против него, и обновил души наши, уже ослабевшие и не имеющие надежды на спасение, восстановив нас к жизни. Теперь, господин, — сказал я, — объясни мне, почему башня строится не на земле, но на камне и двери. Ты спрашиваешь, потому что неразумен. Господин, я вынужден обо всем тебя спрашивать, потому что совершенно не могу ничего понять, ведь все это так величественно и дивно, что людям трудно постичь. Слушай, — сказал мне пастырь, — имя Сына Божие велико и неизмеримо, и оно держит весь мир. Если все творение держится Сыном Божиим, — спросил я, — то как думаешь, поддерживает ли Он тех, которые, призванные им, носят имя Его и живут по Его заповедям? Видишь, Он поддерживает тех, которые от всего сердца носят Его имя. Он Сам служит для них оснований и с любовью держит их, потому что они не стыдятся носить Его имя. Открой мне, — господин, — попросил я, — имена дев и тех женщин, облеченных в черную одежду. Слушай, из тех, которые могущественнее и стоят по углам двери, первая зовется верою, вторая — воздержанием, третья — мощью, четвертая — терпением. Прочие же, которые в середине, имеют следующие имена. Простота, невинность, целомудрие, радость, правдивость, разумение, согласие и любовь. Носящие эти имена и имя Сына Божия могут войти в Царство Божие. Слушай теперь имена женщин, одетых в черную одежду. Четыре самые могущественные. Первую зовут вероломством, вторую — неумеренностью, третью — неверием, четвертую — сластолюбием. Имена следующих за ними — печаль, лукавство, похоть, гнев, ложь, неразумие, злословие, ненависть. Раб Божий, носящий такие имена, хоть и увидит Царство Божие, но не войдет в него. Тогда решил узнать я у пастыря, что означают камни, которые со дна подняты для здания. Первые десять, он ответил, положенные в основание, означают первый век. Следующие двадцать пять — второй век мужей праведных. Тридцать пять означают пророков и служителей Господа. Сорок же означают апостолов и учителей благовестия Сына Божия. Почему же, господин, девы подавали и эти камни в здание башни, пронеся их через дверь? Потому что они первые имели силы этих дев, и те, и другие не отступали, ни духовные силы от людей, ни люди от сил. Но эти силы пребывали с ними до дня упокоения. Если бы они не имели этих сил духовных, то не годились бы для здания башни. И снова я попросил, «Еще, господин, объясни мне, почему эти камни были извлечены со дна и положены в здание башни, тогда как они уже имели этих духов?» Им было необходимо пройти через воду, чтобы оживотвориться. Не могли они иначе войти в Царство Божие, как отринув мертвость прежней жизни. Посему эти почившие получили печать Сына Божия и вошли в Царство Божие. Ибо человек до принятия имени Сына Божия мертв. Но как скоро примет эту печать, он отлагает мертвость и воспринимает жизнь. Печать же эта есть вода. В нее сходят люди мертвыми, а восходят из нее живыми. Посему и им проповедана была эта печать, и они воспользовались ею, чтобы войти в Царство Божие. Почему же, спросил я, вместе с ними взяты со дна и те сорок камней, уже имеющие эту печать? Потому что эти апостолы и учители, проповедовавшие имя Сына Божия, скончавшись с верою в Него и силою, проповедовали Его и прежде почившим, и сами дали им эту печать. Они вместе с ними не сходили в воду и с ними опять восходили. Но они не сходили живыми, а те, которые почили прежде, не сходили мертвыми, а вышли живыми. Через апостолов они восприняли жизнь и познали имя Сына Божия, и потому взяты вместе с ними и положены в здание башни. Они употреблены в строения, не обсеченные, потому что они скончались в праведности и чистоте, только не имели этой печати. Вот тебе объяснение этих камней. Теперь, господин, сказал я, объясни мне значение тех гор, почему они такие разные. Слушай, эти двенадцать гор, которые ты видишь, означают двенадцать племен, населяющих весь мир. Среди них был проповедан Сын Божий через апостолов. Почему же они различны и вид имеют не одинаковый? Эти двенадцать племен, населяющие весь мир, суть двенадцать народов, И как различны ты видел горы, так различны мысль и внутреннее устроение этих народов. Я поясню тебе смысл каждого из них. Прежде всего, господин, скажи мне вот что. Если эти горы так различны, то каким образом камни с них, будучи положены в здание башни, Сделались одноцветными и блестящими, как и камни, поднятые со дна? Потому что все народы под небом, услышав проповедь, уверовали и нареклись одним именем Сына Божия. И, приняв печать Его, все получили один дух и один разум, и стала у них одна вера и одна любовь, И вместе с именем Его они облеклись духовными силами дев. Потому-то здание башни сделалось одноцветным и сиянием, подобно солнцу. Но после того, как они сошлись воедино и стали одним телом, Некоторые из них осквернили себя и были извергнуты из рода праведных, Опять возвратились к прежнему состоянию и даже сделались хуже. И спросил я, каким образом они, познав Господа, сделались худшими? Если, не познавший Господа, сказал Он, сделает зло, он подлежит наказанию за свою неправду. Но кто познал Господа, тот уже должен удерживаться от зла и делать добро. И если тот, который должен совершать добро, вместо этого причиняет зло, То не более ли он преступен, нежели неведующий Бога? Посему, хотя и не познавшие Бога и делающие зло обречены на смерть, Но те, которые познали Господа и видели дивные дела Его, Делая зло, будут вдвойне наказаны и умрут навеки. Так очистится Церковь Божия. Ты видел, забракованные камни были выброшены из башни и преданы злым духам, И башня так очистилась, что казалась вся высеченную из одного камня. Такою будет и Церковь Божия, когда она очистится, И будут изринуты из нее злые, лицемеры, богохульники, двоедушные И все виновные в различной неправде. Она будет единое тело, единый дух, единый разум, единая вера и единая любовь. И тогда Сын Божий будет торжествовать между ними и радоваться, приняв свой народ чистым. Сын Божий